МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня о фотографии. У нас в гостях Ульяна Попова, победитель всероссийского проекта «Моя гордость, Россия». Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о проекте, что он собой представляет и какие работы на него вы прислали? Это всероссийский проект, который называется «Моя гордость, Россия». Его проводит Министерство спорта и молодежной политики Рязанской области, если мы берем региональный этап. Там было очень много номинаций. Номинация, в которой победила я, называется «Авторская фотография». Туда было представлено очень много работ. Вообще конкурс достаточно обширный. То есть вся Рязанская область в нем участвовала. Участвовало около 12 муниципалитетов в нем. Было представлено около 300 работ. И вот мою работу отобрали лучшей. А какие работы отобрали? Что вы присылали? Я отсылала туда две фотографии. Одна фотография, вот как раз заняла первое место, это вылупляющиеся птенцы в гнезде. А вторая – это закат на речке в Рязанской области. Это не первая ваша победа. В каких конкурсах участвовали еще? Ну да, это не первая моя фотографическая победа. Уже даже, учась в университете, я заняла первое место, даже, ну, правильнее сказать, лауреатом стала, тоже в номинации фотографии на открытом конкурсе в Москве. Вот, если честно, точно не помню название. Вот тоже от мед. университета посылала фотографии, но там у меня был репортаж на тему проноса Олимпийского огня. И вот тоже несколько фотографий там были увенчаны успехом. Скажите, а где черпаете сюжеты для своих работ? Ну, много где на самом деле. Иногда они приходят случайно, когда, если берем, например, пейзажи, то когда ездишь по каким-то интересным местам, то черпаешь вдохновение как раз там с русских полей, с морских берегов, городской стиль тоже привлекает. А если брать портреты, то это, наверное, больше натура, женственность девушек, вот, по-разному. Бывает что-то в книгах прочитаешь, что-то в социальной сети, в интернете найдешь. Тоже понравится, по-разному. А есть какой-то фотохудожник, на чьей работу вы ориентируетесь? На самом деле их несколько. Ну, если выделить одного, ну, тоже молодой фотограф, но в кругах фотографических достаточно известный Марат Сафин. Московский фотограф, он очень много путешествует. И отличительная черта, наверное, от многих фотографов нашего времени, российских, он путешествует по России. То есть он объездил очень много городов, во многих местах побывал. Мне это очень нравится, что он черпает вдохновение не за границей, а здесь, в России. Этим он не близок. А почему вы вообще стали заниматься фотографией? Что подтолкнуло на это? Ну, я не знаю. Сложно ответить на этот вопрос. Просто стало интересно попробовать себя. И я раньше видела, как другие фотографы занимаются этим со стороны. И мне было тоже очень интересно. Мне хотелось понять, как это создать красивую фотокарточку, как на ней передать ту или иную красоту. Поэтому я решила себя тоже попробовать в этом деле. А в семье кто-то есть, кто занимается фотографией? У меня занимался фотографией двоюродный дедушка. Мне мама рассказывала о нем, то, что у него был по тем временам очень хороший фотоаппарат, что он этим занимался. И этот фотоаппарат мы даже потом нашли у себя дома. Я тоже на него пыталась снимать. То есть, ну, я не могу сказать, что это там самое важное хобби моей семьи, но вот дедушка занимался. А в чем особенность вашего стиля? Да я не знаю. Если честно, сложно этот вопрос ответить. Ну, вот в чем вы больше предпочитаете заниматься? Я знаю, вот жанровая съемка у вас есть. Да, жанровая съемка. То есть, это что-то больше постановочный кадр, что-то необычное. Там съемка с цветным дымом, например. Съемка в каких-то карьерах, с лошадьми. То есть, съемка с лошадьми. Вот была, например, съемка с лошадьми. Она была как бы направлена в эпоху 18 века. То есть, девушка была в таком наряде, достаточно старинном. Она была на лошади. Вот. Мне это нравится, мне это интересно. То есть, делать что-то такое. Постановочное, необычное. Вы принесли с собой достаточно много фотографий. Можете рассказать об одной истории? О том, как она создавалась? Ну, вот, например, съемка с цветным дымом, которая была, она происходила на карьере, который находится в Скопинском районе. Это песочный карьер, он очень большой. Вот. Там мы выезжали туда специально. У нас была специальная техника, там, по отражению света, фототехника. Также было много цветного дыма с собой. То есть, там, помощники были, которые его пускали. Модель двигалась, я не знаю, ну, что-то в этом роде. Также было, на самом деле, страшновато, потому что карьер песчаный. То есть, можно было упасть. Песок мог как бы обвалиться. Ну, слава богу, все прошло достаточно успешно. А вас ищут модели или вы ищете модели? По-разному. Но вот в последнее время, скорее, модели ищут меня. Я, как бы, свои фотографии выставляю. У меня была выставка в своем городе. Также я принимаю участие в рязанских выставках, когда есть возможность. И также в социальной сети. Вы учитесь в медицинском университете. А не мешает ли фотография учебе? Нет, на самом деле, наш университет, он очень богат внеучебной деятельностью. Ректор Роман Евгеньевич активно поддерживает всех студентов, которые занимаются не только учебой, но и внеучебной деятельностью. То есть, помимо фотографий, я также в университете играю в львов. И чувствуется эта поддержка, на самом деле, этот дух. Потому что сложно же все время заниматься учебой. Хочется иногда и развлечься. А когда ты делаешь это на пользу не только себе, но и университету, это вдвойне приятнее делать. В университете вы состоите в клубе фотографов. Расскажите о нем. У нас в университете, да, есть свой фотоклуб. Он называется «Позитив». То есть, его задача – это как раз съемка мероприятий, то есть создание репортажа с мероприятий университета. Мне довелось снимать и открытие бассейна, который построили в этом году в университете. Первомайскую демонстрацию, различные концерты, какие-то спортивные мероприятия. То есть, на самом деле, мы многое делаем в университете, очень ему помогают. И на самом деле это ценят. Университету важно, что студенты так активно сотрудничают с ним. Ульяна, расскажите о своих планах на будущее. Чего бы хотелось достичь? В первую очередь, конечно же, стать хорошим, грамотным специалистом, то есть провизором. На него я учусь. И не хотелось бы, на самом деле, бросать свою фотодеятельность. Пусть она остается со мной важной частью моей жизни. Потому что мне очень нравится снимать. Мне это интересно. Вот. Все, пожалуй, пока что. А чем отличается цветная фотография от черно-белой? Вот что хочет этим показать фотограф? Цветные фотографии необычные. Яркие, легкие. То есть, когда ты снимаешь на цветную пленку, например, не говоря о цифровой камере, ты хочешь передать более, наверное, позитивное настроение. Что-то яркое. А черно-белая фотография – это больше такая философская тема. То есть, когда смотришь на черно-белую фотографию, ты задумываешься о чем-то. А что нужно делать для того, чтобы каждая фотография становилась маленьким шедевром? На этот вопрос сложно ответить. Но, наверное, в первую очередь надо вкладывать свою душу в фотографию, чтобы она отражала твое видение, чтобы она передавала красоту. И делать это грамотно. Вот. Пожалуй. Но самое важное, конечно же, чтобы в первую очередь фотография нравилась тебе. Чтобы когда ты создавал кадр, ты понимал, что ты удовлетворил, можно сказать, себя, как фотоохотника, что ли. Что-то в этом роде. Спасибо, что сегодня к нам пришли. И на сегодня это все. Профессиональные фотографы говорят, что есть сотни нюансов для того, чтобы снимки получались первоклассно. Но обычному человеку для того, чтобы выходить на фото хорошо, достаточно всего лишь быть счастливым. Это дно из правил, которое действительно работает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok